Москва! Встречай меня, Москва! Я приеду! Ну не всем тут место есть. А я найду. Мне нужно квартиру найти. Желательно недорого и за полчаса. Квартиру? В интернете за полчаса? Девушка, вы что, с Луны свалились? Нет, я из Курска приехала. Лиля, а ты не мошенница? Завтра у меня день рождения и мне совершенно не с кем его отметить. А это его жена? Рекламное агентство Ирины Ярской. Тебе надо устроиться в это агентство. Кому я там нужна? Да кто меня туда пустит? Потому что просто так и не войдешь. Жан, ты что, серьезно? Не надо, я боюсь. Два человека вновь встретились в таком огромном городе. Это же судьба! Слушай, Жан, может я сама позвоню? В рекламное агентство Ирины Ярской. Только я не знаю даже как представиться. Врать? Нет, я не могу. Списки вас нет? Как нет? Ярка Ирина Ярской. А она только что ушла. Ты когда была? Я пришла к вам устраиваться на работу дизайнером. В заливкиных родителей, то что 19 лет назад, они не схалтурили. Поздравлять уже не было. Они погибли в авто-катастрофе два года назад. Тебе надо собираться. Куда? Кошмар какой. Я про то, как мы песни вчера горланили. А, понятно. Это в таком-то рекламном агентстве и такая бюрократия. А мне кажется, Ярская меня примет. Слушайте, вы не помните ничего, так не мешайте мне. Вот. А, думаю, я не прорвусь. Но меня остановить не так просто. Я уже где-то когда-то это слышала. Так вы посмотрите? Или я зря пришла? Ты наглая. Говорили? Неплохо. Вы что, компьютерными программами никакими не владеете? Ну, я пойду на курсы компьютерного дизайна. А где вы учились? Я окончила художественный колледж. В Курске. Я думала, что в таких крупных рекламных агентствах, как ваше, руководители более дальновидны. И ставят не на тех, кому родители оплатили образование в Европе, а на тех, у кого есть талант. До свидания. Что мне делать? Делать Лилия. Ты знаменита! Сегодня по всему городу начинают разрешивать билборды с твоим портретом. А, билборды? Это что, простите, вы меня знаете? Знаю. Я Инна Ивановна, я врач в роддоме, в котором ты родилась. Так что я вот такую еще знаю. А вы знаете, да, что папа с малой живут? Да, да, да. Лучше от мед и знаешь, чем какого-то другого света. У меня были такие проблемы, что ей нельзя было рожать. Девочка родилась мертвой. Когда папа узнал об этом, мама еще находилась долгое время в реанимации, долго убивался. Но тут случилось такое обстоятельство, что одна молодая мамаша отказалась от девочки. И поскольку она отказалась, я должна отдать тебя в дом малютки. И я понимала, что могу пойти под суд. Но я порвала эти документы умершей девочки. И тебя как бы отдала им. Твоя настоящая мама, она еще долгое время приходила, просила, что она опомнилась, что говорила, что ей жить не где. Она была сама еще юной. Написала отказ, ну и написала, иди. И она приходила многое время еще, просила вернуть тебя. Но закон не разглашается об усыновлении. Я ей сказала, что лучше не ходи, потому что может обогнуться для нее же хуже. Это неправда все. Это не бывает. Что случилось? Что она тебе сказала? Это неправда, она все врет. Она все врет. Я хочу сказать вам спасибо. За что? За то, что рекламная кампания Нейрида не состоялась. Девушка производственный шпион? Во всяком случае, я пока знаю, что девушка у нас модель. Потому что я не модель. Я художник. И никогда не хотела быть моделью. И русалка бы из меня ужасная получилась. Мои рисунки, я могу их забрать? А я только что новую работу получила. А это не съемки. Меня взяли художником в настоящий театр. Но если я вам понадоблюсь, то вы, конечно, звоните. Вот сейчас пойду и все потрачу. Я же теперь имею право, у меня есть работа. Он с тобой поиграется и бросит тебя. Вообще брак это формальность. Не понимаю, зачем тогда жениться? Если нет любви, зачем? Понятно, у нас ЧП, а мы снова ерундой занимаемся. Извините, пожалуйста. Очередное свидание с очередной моделью. А я не модель. Я художница. Слушайте, может, если я вам мешаю, я выйду? До свидания, Ирина Михайловна. Ты знаешь, если бы я не знала, что ты племянник Ярска, я бы решила, что ты ее сын. Такой, похожий. Мечтал бы быть ее сыном. Вот только нет у нее детей. Бог детей добрым людям дает. Ты сама сейчас злая, как... Как кто? Как она? Что случилось, что я бы сделала не так? У меня все хорошо. Ничего у меня не случилось. Тоже мне трагедия. Не надо меня жалеть. А я-то думаю, где же моя Лилия, а, веселая, жизнерадостная? Ее больше нет. Теперь есть сильная и целеустремленная. Я ей скажу правду. И появится новая правда. И любить ты каждый раз будешь ту, которая нужна для очередного заказа. Вы посмотрите, это она ему пошла звонить. Это она ему звонить пошла! Лиля! Ах ты, стерва! Ты просто стерва! От меня идиотка! Это из-за таких, как ты! Мужики становятся козлами! А сволочь! Девчонки, пойдем отсюда. Ты же настоящая сволочь! Пойдем, 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 пойдем. Пожелайте мне непухой, не бирай. К черту! Да пошел он к черту. Я прошу у вас помощи! Я сейчас прошу вас сказать только мне имя и фамилию моей матери! И вы мне в этом отказываете сейчас! Завтра можете выходить на работу. Именно тесная дружба с тобой мне помогла так закрепиться в имя реакции. Я тебе не верю. А вот твоя тетя мне бы поверила. А ты еще не успел сделать необдуманного шага и порвать отношения с Анной? Ты сейчас сама на себя не похожа. Нет, именно сейчас я как раз такая, какая я есть. Чего не сделаешь ради карьеры? Прости меня, что я задела твои нежные чувства. Я не хотела. Твоя дальнейшая жизнь меня больше не беспокоит. Ты сейчас общалась с нашим конкурентом. Ты что, меня в чем-то подозреваешь? Может быть, в промышленном шпионаже? Вы что, все с ума подсходили, что ли? Ты не спрашивай, ты намекал. Мне может быть тоже в твоем поведении многое кажется странным. Я же не лезу к тебе в душ. Денис, ты прости меня, пожалуйста. Я сорвалась. Я здесь работаю и никуда отсюда не уйду. Каждый из нас будет заниматься своим делом. И никто никому не указывает, что делать. Убери это. Хорошо, тогда я сама. Я не советую. Или у тебя синяк слишком быстро зажил. В чем тема? Прости. Вынуждена сказать нет. Пьеса замечательная. Она искренняя. В ней столько любви и столько света. Разве вы не видите? Как же вы можете не сопереживать героям? Вы же не каменная. Третье кому? А у помощника вашего помощника может быть перерыв на обед? Почему вы решили отменить святаты? Потому что он поверхностный и фальшивый. Это же не правда. Правда. Он искренний. Он настоящий. В нем нет вранья. Все как в жизни. Вот именно. А в жизни как раз и полно вранья. Так же, как и в этом спектакле. Не все думают так, как вы. И многие делают другой выбор. Не жить во лжи. Денис, вот скажи мне, пожалуйста, я похожа на архивариуса? А Ярская думает, что похожа. А что случилось-то вообще? Да она издевается надо мной. Она хочет, чтобы я систематизировала архив МРЭК за все 10 лет работы. И сделала это за два дня. Мне надоело заполнять таблицы и перекладывать бумажки. Пока здесь Ярская об меня ноги вытирает, я Удальцову уже карьеру сделаю. Принцесса. Ну не надо, ну не надо этого. Отказала я Удальцову. Какая дура. В общем, я занимаюсь архивом агентства. Мне поручили... А когда у вас будет свободное время? Ну лет так через 30, заходите. Ты будешь сниматься в рекламном ролике. Я, наверное, не смогу, у меня слишком много работы. Учись успевать. Хорошо, я постараюсь успеть. Нужно не постараться, а успеть. Я успею. Некоторые сотрудники отказываются предоставить мне информацию для каталога. Мне нужно письменное разрешение с вашей подписью. А больше тебе ничего не нужно? Я ставлю перед тобой задачу, ты ее исполняешь. Но вы ставите невыполнимые задачи. Я справлюсь со всеми вашими поручениями. Помочь? Обойдемся. А то, боюсь, как бы лет 30 не пришлось ждать, пока вы на пенсию выйдете. Да ты, оказывается, язва у нас. Сибирская и очень заразная. Поэтому очень советую держаться сегодня от меня подальше. Я же все для любимого агентства. И полы могу помыть, если что. И унитазы, кстати, почистить. Да что, любая работа в имя РЭК хороша, любая. Сейчас сходите в типографию. Тогда сделайте мне 36 часов в сутках, потому что я не могу разорваться, не могу. Да хватит уже, я сказала. Мне надоело это. Ну-ка, живо помирились. И чтобы я не видела больше этого. Извините. Идешь к Ярскому? Одна? Ты, ты меня одну посылаешь на верную гиппель. С одного из компьютеров имя РЭК произошла утечка информации. С ноутбука Лилии Субботиной. Да это полный бред. Ай-яй-яй. Я не делала этого. А информацию я собираю только потому, что Ирина Михайловна меня... Отлично. Она не могла. Она была со мной. Я надеялась, что он этого не скажет. Вот скажи мне, какая разница, кому какая разница, что я чувствую, что я думаю. Всем же наплевать. Им лишь бы пообсуждать. Посплетничать. Как будто у них своей жизни нет. Надо было сразу уйти оттуда и не дожидаться, пока Ярская будет свои вопросы задавать. Ты бы видела, как они на меня все смотрели. Ну пошушукаются они за обедом. Что значит пошушукаются? Ты что, Аню не знаешь? Вы что, хотите сделать из меня настоящего шпиона? Ничего особенного. Просто нужно внедриться в их компанию в качестве сотрудника. Я не настаиваю. Это просто предложение. Ну да, конечно, это просто предложение. Но если я не приму это предложение, то вы меня... Ну что вы мне можете сделать? Уволить. Можете понизить до уровня уборщиц. Ниже вроде некуда. Ты смотри Полину, не обижай. А то мне придется тебе морганом пить. Я сейчас гоняю в магазин за шампанским. Сейчас как дам кому-то больно. Ну и с Аней произошло такое несчастье, а ты... Так я их... Уезжай отсюда. Уезжай немедленно. Иначе я тебя уволю. Или не хоу. Нечего тебе здесь делать. Что случилось? Мне сказали, что Аня бы... Костя сделал мне сегодня предложение. Я все понимаю. Ты сейчас должен быть с ней. А я не знаю, во что теперь верить. И теперь свести меня с матерью может только настоящее чудо. Два человека вновь встретились в таком огромном городе. Это же судьба. А в чудеса я уж не верю. А может и не надо искать то, что давно потеряно. Как думаете? Я думаю, что... Все зависит от того, насколько вам дорого. То, что вы ищите. Очень дурак. Даже представить себе не могла, насколько дурак. Тогда надо искать. И найти во что бы то ни стало. Хотя это бывает очень непросто. Вчера, вот те два часа, которые я сидела в зале, я была счастлива. Что я должен думать? Ваша макета находится на стадии финальной обработки изображения. В ближайшие часы мы пришлем превью материалы по почте. Хотела сообщить, что превью материалы уже высланы на вашу электронную почту. Здравствуйте, а я могу увидеть Ирину? А? Мне обязательно надо, чтобы она подписала бумаги. Я все понимаю. Но есть дела, которые можно решить по пределам. А человек имеет право один день отдохнуть? Обычный человек имеет. Ну, Ирина Михайловна, необычный человек. В общем, я тебе предлагаю должность дизайнера. Все, на сегодня можешь быть свободно. Устроила сюрприз. Ну, а он же не знал, что вы собираетесь все бросить. Ну, а кто захочет, чтобы его выбросили как нужную вещь? Если человек столько лет строил отношения, столько вложил всего, то как, как ему захочется это все терять? И тогда я ее найду, Ирина Михайловна. Я бы очень хотела, чтобы она была похожа на вас. А вот этот мужчина вас не достоин. Я вас разочаровалась, Юрий. И самое лучшее, что вы можете сделать, это сейчас уехать. Что, если нам сделать вечеринку в стиле милитари? Я предлагаю все это общество отправить на природу. Развернуть, не знаю, боевые действия. Ну, подожди, тогда я с тобой поеду, я тебя одну не пущу. Нет. Замечательно прошло. Только это не твое дело. Меня не устраивает то, что ты напился, устраиваешь дурацкую сцену на глазах у людей. Ты сам понимаешь, как ты глупо выглядишь? А мне не привыкать выглядеть дураком. Это правда, что наш заказ передали Удальцову? Ну хорошо, Ирина Михайловна. Ну как же так, это же нечестно, это же несправедливо. В чем дело, что происходит? Как же так, все наши наработки, все над чем мы трудились, все забрал Удальцов. Села, а теперь успокоиться. Да не могу я успокоиться, мы же душу вкладывали в этот проект. А вы знаете, почему Константин Скворцов занимает в Эмирек такую высокую должность? Он ее любовник. Что? Денис, ты поступил со мной гадко. Ты мне сто раз говорил, чтобы я не встречалась с Костей. Но ни разу, ни разу не сказала о самом главном. Я не понимаю, почему все знали и никто мне не сказал ни одна. Вот этого я тебя не ожидала, Денис. Вы обе вон отсюда. Если вы сейчас же отсюда не уйдете, я вызываю охрану. Нет, все-таки ты идиот. Да давай, может они еще недалеко ушли, давай догоняй. Я не хочу, чтобы все эти тайны и подозрения оставали между нами. И мне кажется, что в эту сцену почувствовать ее, в ней нужно жить. Как вы будете играть любовь, когда вы не знаете, что это такое? У меня никого нет, но я думаю, очень рано. Ты должна стать модельером. Все, пойдем, мы быстренько туда и обратно, хорошо? Мне Лиле очень понравилось. Такая целеустремленная, многого в жизни добьется. Хорошо, я не буду вам мешать, продолжайте. Вы можете пройти в приемную. Я бы хотела послушать, как обстоит деловой мерок. Посторонней быть не должно. Спешу вас разочаровать, Елена Михайловна, но я не посторонняя. Я официальный представитель удальцова. А вы сидите, раз уж пришли. Я прошу вас задержаться. Так что мне делать? Чего хотели, Лилия? Я предлагаю не заниматься выяснением личных отношений на работе. Аркадий Юрьевич предлагает вам продать вторую часть компании ему. Мы вас не торопим, но сильно не затягивайте. Дело в том, что с сегодняшнего дня от имени компании Удальцова я буду курировать Эмерек. Прошу предоставить мне кабинет. А не слишком ли многого ты требуешь? А не слишком ли мало? Что с тобой происходит? Ты в кого превратилась? Ну, может быть, господин Скворцов предложит мне свой кабинет? И где же ты прикажешь мне работать? На твое усмотрение. А, может быть, Марта Петровна выводит свой стол? Что вы здесь размачиваете своими бумажками? Эти, как вы выразились, бумажки дают мне все необходимые полномочия. И вообще я предпочитаю обсуждать все вопросы с начальством. Поэтому мне не секретарша меня не интересует. Доктор, скажите, она поправится? Ну, откуда я знала, что у Марты такие расшатанные нервы? Твоя мама попала в больницу. Ты понимаешь, что я без тебя жить не могу? А меня кто-нибудь когда-нибудь поймет, почему я? Очень близок ваш стиль. Так что, если вы согласитесь быть моей помощницей… Я? Вы? И не могу больше так! Все от меня что-то хотят! Всем что-то нужно! Черт! Это касается твоей матери. Я провела расследование и вычислила имя твоей настоящей матери. Кто? Ирина Михайловна Ярская. Ты издеваешься надо мной? Ярская моя мама, ну… Дело Ярской. У Ярской и Гнезникова был роман. Давно, двадцать лет назад. Ну, это я знаю, мне сам говорил. А он говорил тебе, зачем он приехал в Москву? Он приехал, чтобы найти тебя. У Ирины Гнезниковой двадцать лет назад родилась дочь, которую Ирина оставила в роддоме. Родилась она двадцать второго мая 1988 года. Ну, мало ли, что здесь написано. Смотри, это отчет Зубакина о проделанной работе. И вот здесь как раз говорится, что Зубакин вышел на заведующую роддома Кравченко. Ты ей хотя бы позвонишь? Ирина Гаргина. Ирина Гаргин. Ирина Гаргин. В общем, Полина выяснила, что Ярская моя мать. Разве мы с ней похожи? Я не представляю, как она могла оставить ребенка в роддом. Ирина Михайловна, можно? Лиля. Ирина Михайловна, можно? Дали, доброе утро. Ты, наверное, долго ждала этого момента. Лиля, я понимаю, что ты, наверное, долго ждала этого момента. Здравствуй, доченька. Здравствуй, доченька. Что случилось? У тебя все в порядке? А могу я задать вам один вопрос? Возможно, вы кажете вам странным? Да, да, конечно, я слушаю тебя, мне мать. Что ты хотела меня спросить? Да, так, Юра, да. А вам не кажется, что немножко некрасиво получается? Сначала отбираете проект, а потом возвращаете. При всем уважении, я не буду об этом докладывать Ярской. Денис не будет делать ваши промо. Удальцов скинул на нас весь проект мыльной компании. Зачем ты вообще Хлебникова нагрубила? Не прости, пожалуйста, но у меня нет времени на расшаркивание. Привет, как дела? Отлично, работаю. Ярской, по-моему, не очень понравились мои дизайнерские разработки. Ну, точнее, она даже не захотела их обсуждать. Думаешь, работаешь, что-то делаешь, стараешься. А потом тебе хвалят. А потом говорят, не забывай, пожалуйста, о своих прямых обязанностях. То есть ты хочешь все решать сам? Я привык все решать сам. Ну, вперед! Ну? А может быть, лучше вот так? Ну, в общем, Ярская уже нашла свою дочь. И что вы от меня сейчас хотите, чтобы я расплакала здесь или что? Я не хочу искать свою мать. Все, я не могу больше. Вы понимаете, в каком положении находится ваша компания? В каком? Анна Зайцева сниматься не будет. Если вас это не устраивает, то никакой сделки не состоится. Анна занята на другом проекте, и вы об этом прекрасно знаете. Значит, мы должны снять ее с другого проекта. Вот и все. Каким образом? Мы найдем способ. Это невозможно. Возможно. Ваша должность, Лилия Субботина, называется помощник личного помощника. Просто это не совсем то, на что я рассчитывала. Анна не сможет снимать сбыта. Сможет. Знаете что? График мой перегружен. Ну еще бы, работать на две компании сразу. Вы-то на него работаете дольше? Ну, я бы, наверное, заметила курьера. Не уверена. Когда он приедет, получи письмо и дождись меня. Я не вовремя? Ирина Михайловна, я вам очень признательна за то, что вы наконец все рассказали сотрудникам. Если вы знали, что она предательница, как же вы ее не уволили? Какая же она подруга после этого? Да и как такое можно простить? Да можно, можно. Москва большая, красивая. Так хочется ее обойти пешком. Все. Твои родители тоже должны были быть людьми незаурядными? Они были замечательными, но самыми простыми, родными, любимыми. Потом встала. Я так понимаю, вы хотите услышать мою семейную историю? Когда мне было пять лет, я очень хотела брать калисестричку. И я просила у мамы, ну, мне говорили, что у детей большой дефицит. И в один прекрасный день я решила сама добыть себе сестренку. Пошла одна в самый большой магазин. Потерялась и стояла одна на площади. Вокруг уже никого не было, потому что темнело, начался дождь. А я стояла и плакала. Долго плакала. Ко мне мама не нашла. А давайте снимем в рекламе Лилиных родителей. Они ей позвонят по телефону. Лили, извини, я вам скажу, Лилины родители погибли в автокатастрофе. Потрясающе выглядишь. Спасибо. Ирина Михайловна, ну вы обе этого заслуживаете. Вот ведь судьба от посвела. Ирина Михайловна, извините, пожалуйста, поговорить надо. Пойдем. Да, конечно. Помните, как мы встретились в больнице, вот я хотела спросить, что вы там делали. А почему вам, собственно, интересно, что я там делала? Ну, просто я подумала. Что вы подумали? Ну, давайте на какое-то время мы постараемся забыть о всей истории с моими мамами. Ирина, она очень хороший человек. И я счастлива просто от того, что я ее узнала в этой жизни. И мне пока этого достаточно. Итак, я передаю слово руководителю и основателю компании Мерек Ирине Ярской. Похоже, вы опять всех сделали. Но не я одна. Это не только моя заслуга. Как вам так быстро удается прыгать из одного лагеря в другой? Дело в том, что я никуда и не прыгала. И, насколько мне известно, в мои обязанности не входило шпионить Зоярск. Мы вообще все были в шоке. Мама! 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 Мама!